В Чубаксарах проверили готовность аварийно-спасательных служб. Сегодня прошел смотр техники. На нем присутствовал и личный состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности у Дмитрия Ковалева. Когда для спасения жизни дорога каждая минута, на место ЧУП приезжают бригады медицины катастроф. Медицинский пневмокаркасный модуль, который оснащен оборудованием, позволяет сделать практически все манипуляции, которые возможны в любых условиях. Внутри морозостойкого модуля оборудована операционная палата. Такие мобильные комплексы могут работать автономно на аккумуляторах. То есть, например, равны одинаковые условия, как в больнице, поликлинике или, допустим, в этой сутки. Ну, приближено к приемному отделению. Еще одно важное звено в единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – служба кинологов. И собакам тоже нужны условия для работы. Все есть, все организовано. То есть, условия комфортные. Если бы брали, сейчас машины будут. Новые машины сегодня поступили и в парк пожарной охраны. Берегите себя, берегите команду свою. Ну и, соответственно, автомашины тоже надо бедно относиться. Сразу три новых автомобиля отправятся в пожарные части муниципалитетов. В районы уйдут машины с повышенной проходимостью и объемными цистернами. На вооружении регионального МЧС – самая современная техника для спасательных работ на суше и воде. Одна из самых универсальных машин на этом смотре техники МЧС – аэросани-амфибия, на которых до пострадавших можно добраться и по воде, и по рекам с кованым льдом. За последние годы на техническое оснащение аварийно-спасательных служб из бюджета региона было выделено более 200 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что модернизация продолжится. Главное, чтобы помощь пребывала оперативно. Ни у кого не может быть сомнений, что люди могут достаться один на один беде. Поэтому и органы власти, и службы работали эффективно и работают. В прошлом году в республике спасли сотни жизней. Хотя большинство несчастных случаев можно было избежать. Основными причинами пожара стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Одна из проблем, решить которую надо в первую очередь – это ремонт боксов для спецмашин. В ряде районов пожарные автомобили даже зимой стоят на улице. Что недопустимо, отметил главный спасатель Чуваши. Мы уже отмечали ряд районов, где пожарная техника в зимний период стояла на улице. В Урмарском же районе ситуация практически не изменилась. Из 11 подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны, 7 подразделений дислоцируются на улице. Среди принципиальных задач, обозначенных главой региона, развитие системы 112. Сейчас на федеральном уровне, вот, единые техусловия, единые стандарты должны быть синхронизированы практически по линии органов правопорядка, плюс, соответственно, еще территории самих муниципальных образований. Президент России Владимир Путин в своем послании назвал, куличевой темой является у нас что? Народосбережение. В вопросах безопасности глава региона важную роль отводят профилактики. Нам надо снижать сейчас ключевые показатели, соответственно, от внешних причин. Это дорожно-транспортные происшествия, это суициды и ряд других вопросов. На ближайшие три года запланировано еще почти 800 миллионов рублей. Касаясь скорой помощи, мы 189 единиц практически купили. Ведомстве подвели и итоги работы за прошлый год. Лучшим спасателям и пожарным Михаил Игнатьев вручил благодарности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.